Что касается Арсения Петровича, я не знаю, что такое политическая сила, где бы была бы Арсения Петровича, она была бы победителем. Ну это да. Поэтому и фронтзмин, и бют во время его угловенства, и вот народный фронт, как бы собственно везде, где был Арсений Петрович, везде рейтинги были ниже Плинтуса. Ну по крайней мере на старте были высокие, а дальше ниже Плинтуса. Что касается его, знаете ли, политической карьеры и собственно политического будущего. Достаточно сложно судить, потому что вы пытаетесь немножечко взглянуть вперед, дать такую дальнюю перспективу. Не хочу как бы расстраивать зрителей, но никто в нашем политикуме так далеко не смотрит. Даже в принципе дальше сейчас, чем местные выборы и голосование новой конституции, никто даже не смотрит. Потому что они не могут спрогнозировать, как будет происходить ситуация. Взрыв гранаты возле Верховной Рады тому показатель, что никто не может спрогнозировать, что будет дальше. Общество дисбалансировано, и никто не может понять, куда оно может развернуться. Но необходим ли Арсений Петрович в списке блока Порошенко или партии Солидарность? Я думаю, это было одним из условий торгов. Потому что переход части Народного фронта в блок Порошенко – это тоже своего рода торги. Когда одна партия перестает уже интересовать ее спонсоров. Мы такие истории видели. Это и «Сильная Украина», это и «Украина вперед» Натальи Королевской, и много других политических проектов, которые объединялись когда-то в блок Ющенко, потому что теряли свою популярность. И никто далее их не хотел финансировать. Это понятный, логический, корпоративный процесс. Когда ваша компания перестает стоить каких-либо денег, вы что делаете? Вы ее либо распродаете, либо продаете крупному игроку, и можете выторговать те или иные преференции. Вот сейчас и партия Удар, и Народный фронт были проданы крупному игроку, но условно говоря, введем слово «проданы» в кавычках, и получили некие преференции. Господин Кличко получил свое место на правящем Олимпе, не потерял его и получил поддержку. Сохранит ли он свое кресло и не сохранит – вопрос киевлянам. И также часть лидеров Народного фронта сохраняют за собой свои позиции. Это господин Аваков, господин Гитсуник. Но здесь очень интересный процесс. Это объединение политических партий ведет к тому, что кристаллизируется ряд политических фигур. Что значит кристаллизируется? Они и дальше остаются на политическом Олимпе. Они и дальше будут присутствовать в дискурсе. А все остальные, которые пришли за ним, мы можем вспомнить господина Тымчука. Мы можем вспомнить много бойцов добровольческих батальонов, которые были в Народном фронте. Они раз и навсегда уходят из украинской политики.